А вот какой ответственности кто должен понести за отсутствие воды в домах горожан? Жители нескольких двухэтажек и частного сектора в Увеке остались без живительной влаги. Причем воды здесь нет уже в течение трех месяцев. Как люди живут в таких условиях и почему коммунальные службы ничего не предпринимают, выяснила Елена Петрова. Вот спасаемся как? Вот стоят ведра, в них мы храним воду. В крайне воды нет вообще уже с 8 апреля, вообще ни капли. Они живут в нескольких десятках метрах от Волги, но словно вдали от цивилизации. В квартире Елены воды нет уже три месяца. Говорит, прошли все стадии отчаяния. Вот только до сих пор не могут смириться с тем, что приходится пару часов в день тратить на доставку воды. Муж приезжает после работы, после пяти, на машине-то свозит к себе плюс соседям, потому что им некому привезти воду. Понимаете? И тратим на бензин, тратим машину. Муж уже не может поднимать ведра такие, бочки здоровые. А нас пять человек дома. Двое детей, бабушка и мы с мужем. Этой воды хватает, чтобы помыться, приготовить еду и попить. А стирки здесь давно забыли. Машинку-автомат не включали с апреля. С водой на третьем нефтяном проезде всегда была беда, говорят жители. Но раньше хотя бы по ночам давали. Сейчас же нервы людей на пределе. Буквально на соседней улице вода есть, но воспользоваться ей не могут. По второму нефтяному проезду, вот сто метров, просили, вот дайте нам возможность. Мы сами прокопаем, нам разрешили, частный сектор, разрешили копайте. Мы уже хотели сложиться деньгами, но нам запретили. По второму нефтяному есть вода. Она всегда есть вода. Вот прям сто метров через огороды. Сарыка Ком. Сарыка Ком обслуживает сети, снабжающие увек живительной влагой. Здесь от видеокомментария отказались, но охотно рассказали. Люди сами виноваты. Если бы жители частного сектора не поливали огороды и не набирали воду в бассейны, хватало бы всем. У людей с 8 апреля, по крайней мере в одном доме, там вообще нет воды. Это разве законодательно можно так делать? Ну, законодательно нет, но в данный момент, в данный момент, еще раз объясняю, делается все. Вот в данный момент из того, что работает, работает все на полную мощность. Если зимой мы даже отключали скважину, потому что как бы хватало скважины одной, то в данный момент мы даже с другой улицы скважину переключаем туда. Но получается, что на одной улице вода есть, а в двухэтажке, которые стоят на горе, она не поднимается. Сегодня рассматривают несколько вариантов решения проблемы. Самое оптимальное – вывести сети из промзоны. Предприятия сейчас забирают значительную часть воды. Правда, это и затратно. По смете на работу нужно почти 600 тысяч рублей. Запрос направили чиновникам, но будет ли он одобрен в ближайшее время – под вопросом. Такой суммы в бюджете могут и не найти.